Доброе утро. Здравствуйте всем, кто к нам только что присоединился к нашему вебинару. Меня зовут Сергей Кулешов, и сегодня вебинар у нас посвящен платформе 1SBitrix и возможностям для интернет-магазина. Доброе утро. Прежде чем начать сам вебинар, я смотрю, что у нас уже есть подключившиеся, давайте с вами сделаем несколько технических моментов пройдем. Это про то, чтобы у вас все работало. Насколько я знаю, сейчас у нас обновилась программа вебинаров, и сейчас интерфейс несколько изменился, но, в принципе, примерно те же. У вас есть закладочка «Вопросы», в которой, я смотрю, некоторые уже пишут вопросы, и если там у вас все в порядке с картинкой, с видео и со звуком, то, пожалуйста, поставьте мне туда плюсик или напишите что-нибудь хорошее, что все хорошо, заодно мы проверим, так сказать, связь. И в качестве решения каких-то проблем, связанных со звуком, ну, одна из самых популярных проблем со звуком решается очень просто переподключением к вебинару. Выкрываете окошко и, собственно говоря, открываете его заново, и обычно это помогает. Да, спасибо большое, я вижу обратную связь, у нас все работает, прекрасно, спасибо большое, да, всем доброго дня, отлично. Так, небольшой социальный опрос, что ли. Хочется спросить у вас для того, чтобы немножко ближе познакомиться, да, какую сферу бизнеса вы представляете, чем торгуете и торгуете ли, почему заинтересовались платформой и сегодняшним вебинаром. Так, что еще нам нужно сказать? Нужно сказать, что запись этого вебинара, конечно же, уже ведется и будет выложена в ближайший день-два на сайте 1SBitrix и на канале 1SBitrix YouTube. Так, я смотрю, что есть проблемы со звуком, Александр, к сожалению, я со своей стороны громче сделать не могу, у меня микрофон на максимуме, поэтому постарайтесь сделать погромче со своей стороны, возможно, получится. К сожалению, другого варианта сейчас я уже не вижу. Так, ой, здорово, я смотрю, приходят сообщения и про автосервис, и про интернет-магазины различные. Да, отлично. Я сейчас всех не буду озвучивать, мы еще, возможно, вернемся к каким-то моментам в процессе вебинара. Сегодня у нас с вами вебинар посвящен платформе 1SBitrix, и, кстати, прежде чем начать, я бы, наверное, прошелся по теме, скажем так, по формату сегодняшнего вебинара, для того, чтобы сразу обозначить, что это и зачем. Значит, сегодня мы его идем вдвоем. Я Сергей Клюшов, замдиректор 1SBitrix, и Александр Зайцев, руководитель студии Крайт. Мы сегодня говорим о продвижении интернет-магазина, грубо говоря, причем сделаем акцент на социальные сети и на внутренние инструменты маркетинга интернет-магазина. Вообще изнутри магазина, в самой платформе, есть достаточно много интересных функциональных возможностей, которые помогают увеличению продаж интернет-магазина, и, собственно, мы о них немножко поговорим. И поговорим также о неких внешних факторах, да, то есть откуда трафик взять, где взять его дешевле, как сделать сайт оптимальным за счет АБ-тестирования и так далее. Вести будем мы с Александром по очереди, то есть будем друг дружку передавать слово и, конечно, отвечать на ваши вопросы. Я смотрю, что вопросики вы уже освоили, это прекрасно. Спасибо за обратную связь. И, собственно, в процессе вебинара я прошу вас задавайте вопросы, мы будем к ним периодически возвращаться, озвучивать и отвечать. Так, ну что же, давайте посмотрим на платформу Bittrex. Платформа один из Bittrex для разработки интернет-магазинов и сайтов. И вообще, в принципе, вся платформа целиком подходит для любых видов проектов, начиная от самых простых сайтов-лендингов, заканчивая сложными интернет-магазинами федерального масштаба или там даже различными сообществами. И даже социальные сети можно построить на платформе, есть соответствующие модули. Но мы сегодня с вами будем говорить об интернет-магазине, и поскольку платформа именно называется платформой, и почему вообще мы не называем ее там CMS или еще как-то, потому что CMS, то есть контент-менеджмент, управление контентом, это всего лишь один из модулей платформы. И в него также входит еще довольно большое количество других модулей, которые обеспечивают и защиту интернет-магазина, и сайта, управление заказами, ценами, внутренний маркетинг, подключение к различным облачным сервисам, которые позволяют сделать сайт быстрым и отказоустойчивым, хранить резервные копии, и интеграция с различными внешними и внутренними системами. То есть обеспечение, например, мультикарональных продаж обеспечивается за счет наличия мобильных приложений, адаптивности, работы в различных условиях, привлечение через рассылки, подключение розничных магазинов через 1С, использование современных средств коммуникации и так далее. И, соответственно, подключение к внутренним системам. Это 1С, это какие-то другие ERP-системы или учетные системы, которые имеют модули подключения к Bittrex. Это Bittrex 24 и CRM для того, чтобы с клиентами выстраивать взаимоотношения, и в том числе автоматизированные, и об этом мы сегодня будем говорить. И, конечно, интеграция с различными площадками, торговыми площадками, платежными системами, автоматизированными службами доставки и так далее. Это все большая платформа, которая обеспечивает огромное количество функционала для того, чтобы вы могли сделать свой сайт и вообще свой бизнес эффективным. Мы стараемся максимально делать готовые функциональные элементы в платформе для того, чтобы вы могли как можно быстрее запускать свои проекты, запускать их и, соответственно, начинать зарабатывать деньги. Поэтому уже в комплекте с обычной лицензией Bittrex с интернет-магазином, да, малый бизнес или бизнес, уже идет в комплекте готовый сайт, который может быть запущен буквально за пару дней, и основные работы там будут связаны с, собственно, наполнением каталога и обработки, собственно, этого каталога для того, чтобы он выглядел и структурирован был правильно, так как это нужно, заполнением контента. Все остальные функции уже преднастроены, работают и так далее. Мы с вами сегодня в процессе работы, собственно, и будем этим магазином оперировать. Вот у меня есть демонстрационный магазин, который уже всячески перенастроен в процессе предыдущих вебинаров и так далее, и мы сейчас его тоже с вами немножко будем перенастраивать для того, чтобы ознакомиться с различными функциональными возможностями. Так, вот, я вижу, что есть жалобы на звук. Секундочку, я посмотрю на показания системы. Вот, показания системы мониторинг сообщают, что со звуком все в порядке. Пожалуйста, если не сложно, отпишитесь, что все в порядке, потому что я вижу, что целых две есть проблемы со звуком. Да, вижу, спасибо, все в порядке, вероятно, какие-то локальные проблемы. Хорошо, тогда продолжаем. Итак, говорим про магазин. Краткий обзор пробежимся по готовому интернет-магазину для того, чтобы вообще понимать, какие возможности с точки зрения покупателя. Да, это каталог товаров. Собственно, это главная страница. Здесь я вскрыл один из баннеров, слайдеров, видимо, на каком-то из предыдущих вебинаров. Сейчас не будем к нему возвращаться. Он отвлекает, пожалуй, больше, чем помогает нам в процессе показывания функционала. И, собственно, на главной странице представлена какая-то подборка товаров. Мы еще поговорим о том, какая она и как ее настроить. У нас есть с вами полноценный каталог и меню, которое помогает ориентироваться в этом каталоге. У нас, естественно, для каждого раздела, подраздела или там группы разделов есть список товаров и параметрический фильтр, который помогает нам отфильтровать, собственно, товары по тем или иным характеристикам и показывает здесь в режиме реального времени соответствие и наличие тех или иных товаров с теми или иными характеристиками. Соответственно, он помогает быстро сузить круг поиска, подобрав товары в магазине по своему вкусу. Также этот параметрический фильтр, он адаптивный в том смысле, что он сам подстраивается под тот раздел, в котором находится. И, в частности, один из примеров, вот сейчас он здесь предлагает на выбор размер обуви. Если мы перейдем с вами в какой-нибудь одежный раздел, то есть там, где будет одежда, здесь уже будут размеры одежды. И он таким образом автоматом подстраивается под тот раздел, в котором находится. Вы для этого не делаете никаких там дополнительных изменений или настроек. Всего лишь определяя, какие свойства, собственно, есть у самих товаров. Конечно, у нас с вами есть карточка товара, которая наполнена различными характеристиками, картинками. Причем галереи картинок, они там разные в зависимости от размеров и цветов, могут быть разными, естественно. Ну, вот одежда там от размеров не сильно зависит, внешний вид. От цвета зависит, поэтому для цветов разные. Если у вас там мебель, к примеру, то там скорее и от размера тоже будет зависеть, как внешний вид, поэтому можно будет загружать отдельные фотографии и для размеров, и для цветов. Соответственно, описание, закладочки с различными характеристиками, возможность комментировать через, например, подключенный Facebook или другие социальные сети. Как видите, мы тут даже предлагаем блок подарков, то есть вместе с этим товаром можно выбрать себе подарок и положить в корзину, и, соответственно, его получить. Ну и разная другая полезная информация. Сайт также обеспечен поиском. Поиск сделан максимально удобно для того, чтобы пользователи могли найти то, что им нужно, и умеет по первым символам уже находить конкретные товары и предлагать возможность сразу перейти к карточке и, соответственно, выбрать или приобрести этот товар. Собственно говоря, это обзор самого функционала с точки зрения магазина, с точки зрения представления товаров, их поиска и так далее, и, конечно же, возможности быстро пройдемся по покупке. Ну, то есть здесь все довольно просто и очевидно. У нас с вами есть корзина, есть возможность, например, выбрать какой-нибудь подарок. Не знаю, подойдет ли этот ремень к этим штанам. Ну, допустим. И оформление заказа. В процессе оформления заказа, оно все, весь процесс представлен на одной странице, и, соответственно, это удобно без дополнительных перегрузок или переходов, поскольку меня сайт уже знает, да, я вообще оформил заказ в один клик, потому что он про меня уже знает и мой адрес, и мой телефон и так далее. Поэтому, как видите, все остальные поля уже были автоматически заполнены. Я просто нажимаю «Оформить заказ», и у меня все готово. Если я в процессе работы захочу, в процессе заказа захочу, например, изменить какие-то параметры, то здесь мне, собственно, есть возможность изменить и доставку, и, собственно говоря, куда доставлять, и как доставлять, какой тип оплаты будет, и, соответственно, данные по покупателю, то есть куда доставлять и так далее. А так система меня хорошо помнит, мне достаточно в один клик нажать, и, собственно, заказ оформлен. Для новых покупателей все эти поля, конечно же, будут пустыми. Когда заказ оформлен, да, у нашего покупателя с вами появляется личный кабинет, в котором он, собственно говоря, может видеть свои заказы. Вот они здесь все перечислены. Можно на них смотреть их статусы, там повторять, если это нужно, отменить, если заказ в том статусе, который позволяет отмену. Перейти к странице оплаты, если оплата еще не произведена. Или посмотреть подробности каждого заказа, ну и, собственно говоря, убедиться, что здесь все правильно или, например, неправильно. И, соответственно, обратиться в магазин за помощью. С точки зрения администратора интернет-магазина, он, естественно, все заказы мы получаем в административную часть и можем здесь с ними всячески работать. Вот последний мой заказ, он номер 10. Мне, кстати, как админа уже пришло письмо на часы о том, что заказ новый появился. И вот, собственно, мы видим весь состав и можем, соответственно, работать с этим заказом, отгружая, разрешая доставку, отгрузку и так далее, оформляя какие-то операции. Карточка заказа внутри админки тоже настраиваемая и есть даже вот быстрые ссылки, которые позволяют переходить быстро к тем или иным блокам карты заказа и, соответственно, с ними как-то работать. Можно перемещать блоки между собой, то есть настраивать их, например, очередность. Если оплата, например, важнее, чем состав заказа, то можно, например, оплату взять и переместить вот так. И, соответственно, она будет выше. Ну и так далее. То есть здесь каждый менеджер магазина под себя настраивает внешний вид карточки заказа именно под те основные операции, с которыми чаще всего работают. Ну и, естественно, заказ может быть изменен. В случае в режиме изменения заказа у нас открываются все поля на редактировании, мы можем тут поменять практически все. Если мы в режиме просмотра, то нам доступны только быстрые основные операции. Это, например, смена статуса заказа. Если я могу сохранить статус, например, оплачен и подтвердить сам статус. Могу устанавливать статусы для платежных систем. В частности, вот здесь, например, у меня отметка наличными. И я, собственно, оформляю, отмечаю, что статус платежной системы оплачен. То есть подтверждаю, что пришли денежки вместе с курьером, вероятно. И тем самым сообщаю клиенту автоматически. Клиенту уходит уведомление о том, что изменился статус, о том, что там принята оплата или еще что-то, или заказ отгружен и так далее. Информацию по покупателю мы также видим. Подробную, где он, кто он и так далее. Можем перейти в его личный профиль и посмотреть по каждому покупателю данные по, например, всем предыдущим заказам, по тем, какие профили платежные он у себя сохранял, то есть адреса доставки и какие использовал платежные системы. Собственно, подробный список заказов, корзина, если в ней что-то осталось забыто или на текущий момент там лежит, некупленная, собственно, система покажет. Также покажет просмотренные товары, которые просматривал этот покупатель. Ну и, естественно, мы видим весь список наших с вами покупателей. По заказам также из важного и, наверное, удобного – это фильтр, который позволяет фильтровать список заказов и, собственно, показывать те, которые на данный момент, например, требуют особого внимания. То есть, например, просто по статусу заказа за определенный интервал времени мы будем видеть те заказы, на которые сейчас нужно обрабатывать. И также, что бывает часто не замечают наши клиенты, это возможности настройки табличной формы. Здесь есть такая шестереночка, и помимо выгрузки в Excel здесь есть настройки списка. То есть саму вот эту форму заказов можно перенастроить, показывая или скрывая те или иные колонки. То есть, например, колонка «Отменен» может быть не нужна. Что еще сумма? Проблему с заказом не видим. Например, вот так вот раз. И мы можем сократить количество колонок или изменить их местоположение. Опять же, здесь можно менять их местоположение, например, вывести ID товара в самую левую часть. Таким образом, настраивая под себя тот рабочий инструмент, с которым, собственно, мы работаем каждый день. И эти настройки индивидуально сохраняются для каждого менеджера. Если необходимо настроить один раз для всех, то, соответственно, администратор может здесь галочку. И эти настройки будут применены для всех пользователей сразу. И перетрут, соответственно, все настройки, которые были созданы личные до этого. Обычно это делается на первом этапе настройки магазина, чтобы всем следующим менеджерам было от чего отталкиваться относительно стандарта настроек. Ну и в обзорной части, наверное, последнее, о чем поговорим, это каталог. Каталог у нас доступен в разделе магазина. Здесь, собственно говоря, он называется названием самого каталога. И мы можем перейти в список товаров для того, чтобы работать, собственно говоря, с самими товарами. Мы на других вебинарах и на сериях вебинаров, которые связаны с запуском интернет-магазина, очень детально рассматриваем сам каталог и возможности работы с ним. Здесь я пройдусь лишь по самым основным моментам. И если есть какие-то вопросы или хочется детальнее изучить возможности работы с каталогом, то я могу порекомендовать посмотреть один из предыдущих вебинаров в серии «Наперсайд за шесть часов», где мы с коллегами довольно детально рассматриваем всю процедуру запуска интернет-магазина, установки Bittrex и заканчивая настройками маркетинговых инструментов и так далее. Вообще с каталогом работать довольно легко и просто. Как видите, здесь у меня всячески настроена форма, она тоже нестандартная. У меня выводятся, например, картинки для анонса разделов для того, чтобы сразу быстрее можно было ориентироваться. Их можно переместить влево и вправо, опять же, тем же способом, управляя колонками и самим списком через вот эту шестеренку. Ну и, собственно, мы можем заходить для того, чтобы отредактировать товары и предпринять какие-то действия, например, скопировать товары, на базе него создать еще один. Мы, собственно, попадаем в карточку товара. Здесь основные настройки, основные картинки галерейные. И, естественно, управление текстами описаний, подключением управления всеми метатегами, которые будут отображаться для этого элемента каталога индивидуально или, наоборот, собранные по шаблону. Это тоже один из частых сценариев, когда… Вернее, не частых сценариев, а одна из очень удобных функциональных возможностей продукта – это вот индивидуальная и массовая настройка метатегов для SEO-продвижения. То есть здесь прямо закладочка SEO, она настраивает то, что будет написано в метатегах страницы именно для каждого конкретного товара. Если я, собственно, сниму эти галочки, то эти данные будут выводиться сгенерированными автоматически на основе шаблона, примененного по всему каталогу. Как видите, здесь прямо видно сразу, что будет выведено в метатегах, как оно будет выглядеть, и для работы с этим описанием можно использовать различные переменные. Как видите, здесь указаны переменные. Например, это вывод цены минимальной. за товары этой категории, то есть за этот конкретный товар в различных вариациях. То есть может быть цена меняется в зависимости от размеров, цветов. Чтобы выбрать свои какие-то, добавить сюда какие-то переменные, собственно, вот есть три точечки, вот эта волшебная кнопка, которая дает возможность взять из каталога или из товара какие-то данные. Например, вот вес этого товара, если он указан, то он, соответственно, выведется. Но он, поскольку не указан, здесь вводится ноль. Ну и так далее. Здесь можно много различных переменных набрать для того, чтобы... Нужно вывести артикул. Пожалуйста. В метод тегах, правда, артикулы, наверное, не нужны, но бывают артикулы, по которым приобычут. Возможно, это поможет в каких-то случаях. И, конечно, управление торговыми предложениями. То есть теми самыми предложениями, которые отличаются в товаре по размерам и цветам. И здесь прямо вот видно, что это вот синие цвета в разных размерах, красные цвета в разных размерах и так далее. И эти торговые предложения, опять же, каждая индивидуально может быть открыта и настроена, в частности, его цена, применение налогов, ну и так далее. Каждая отдельная может быть модифицирована. Или использоваться одно для всех. Здесь и этот блок также настраивается. Например, может быть очень важно. Показ, например, стоимости этого торгового предложения. Видите, у меня здесь много бесплатных товаров, поэтому в том смысле, что стоимость указана нулем, они сгенерированы автоматически. И поэтому у меня и шаблончик показывает, что цена от 0 до 499 рублей. Ну, собственно, это работа с каталогом. И когда необходимо настроить или показать, изменить те свойства, которые выводятся для тех или иных товаров, у нас есть два раздела. Это свойства товаров и свойства торговых предложений. Они, соответственно, регулируют те свойства, которые принадлежат самому товару, и те свойства, которые отличаются в товаре по торговым предложениям. В частности, вот размеры одежды, обуви, да, картинки отдельные, артикул или цвета. Это те свойства, которыми, собственно, отличаются торговые предложения одного товара. Ну, в общем-то, это у нас с вами был краткий обзор по тому, как работать с основными элементами. И сейчас давайте перейдем к работе с маркетинговыми инструментами. И первый наш маркетинговый инструмент, который мы будем рассматривать, это big data, то есть персонализация. Что такое персонализация? Персонализация – это когда система сама, индивидуально для каждого вашего посетителя, определяя его интересы, предлагает какой-либо товар. В частности, давайте посмотрим на примеры. Вот лично мне система персонализации вряд ли что-то хорошее посоветует, потому что я в этом магазине, скажем так, не очень правильный клиент, да, здесь большинство одежды женской, и, соответственно, ему довольно тяжело мне посоветовать, однако он все-таки постарается что-то сделать. Вот в конкретном блоке есть строка, одна из строк, которая, собственно говоря, выводит персональную рекомендацию. Как видите, с точки зрения внешнего вида мы никак не видим, как это выглядит. Но если мы зайдем в настройки этого компонента, это у нас компонент каталога, и перейдем к... сейчас, к внешнему виду. Вот у нас есть отображение, схема отображения, как будет выглядеть этот компонент на страничке. Мы видим, что один из блоков, первый, который стоит в ряду четыре товара, является, собственно говоря, блоком персонализации. Здесь стоит пометочка Big Data, и это означает, что этот блок состоит из товаров, которые рекомендуются автоматически каждому индивидуальному пользователю. Как это происходит? Система сама определяет интересы. У нас в нашем облачном дата-центре, в котором происходят все вот эти расчеты, сохранение больших данных по всем посетителям всех интернет-магазинов, хранятся все эти данные, они деперсонализированы, представляют из себя просто набор каких-то непонятных для человека знаков и чисел. Но на основании этих данных система может прогнозировать интересы. То есть находить похожих людей по тем или иным параметрам и, соответственно, предлагать вашему посетителю то, что было интересно похожим на него людям. И, соответственно, просто вычислять интерес. Если вы, например, гуляете по разным магазинам и вдруг переходите на, собственно говоря, на целевой магазин, то есть тот, о котором мы сейчас говорим, то система сама может в режиме реального времени узнать, чем же вы интересовались и подобрать товар, исходя из этого. Это все магия так называемых больших данных и она работает очень доступно для F-платформы Bittrex. Для того, чтобы вообще использовать ее, надо добавить соответствующий блок. Вот как это сделано здесь, как это делать, сейчас я покажу. Мы можем с вами вообще весь блок этот перенастроить и, например, вывести вот так вот и, включив Big Data, вывести, например, чтобы мы точно знали, что это Big Data, видим много маленьких товаров. Таким образом мы с вами настраиваем представление и можем эти данные сохранить. Здесь есть еще разные варианты изменения представления вывода товаров, в частности, например, порядок отображения блоков. Мы сейчас посмотрим, как это выглядит и различные другие функции. А вот с точки зрения персональных рекомендаций тоже есть настройки. В частности, есть определение типа персонализации, то есть мы здесь можем выбрать, по какому алгоритму система будет рекомендовать товары. Автоматический алгоритм – это персональные рекомендации, то есть он будет основываться на данных облачного сервиса и данных Big Data, а также могут быть другие рекомендуемые виды рекомендации. Это, например, самые продаваемые товары в магазине вывести или продаваемые с этим товаром. Если блок размещается в карточке товара, то, соответственно, можно выдать автоматически продаваемые с этим товаром. Просматриваемые с этим товаром, похожие товары и так далее, причем все они будут автоматически, собственно говоря, подбирать товары в соответствии с этими параметрами. Я пока оставлю персональную рекомендацию, сохраню, и мы с вами увидим изменение самого каталога о том, как он поменялся. Собственно, что мы видим? Мы видим, что у нас появилось три, и подгрузился блок персональной рекомендации. Собственно, вот сейчас интернет-магазин не почувствует, ну и сплошной нижний белье, но, вероятно, я чаще в него тыкаю, вот, собственно говоря, в этом конкретном магазине. Если человек, которому вы вот таким образом в выдачу товаров подмешали персональные рекомендации, совершит покупку одного из этих товаров, то, собственно говоря, почему мы уверены, что это работает, что это помогает продавать? Поясняю. Если человек совершит такую покупку того товара, который был порекомендован, то вы об этом узнаете из списка ваших товаров, из списка ваших заказов. Перейдя в заказ, вы сможете увидеть, во-первых, заказы, сделанные с блока персонализации. Вот только что я сделал заказ 11, да, и здесь стоит пометочка, что он был сделан с этим блоком. Собственно, помечен товар, который был куплен через этот блок. Ну и после оплаты этого заказа сумма продаж вот здесь, сумма продаж по персонализации появится здесь. То есть вы будете всегда знать, сколько фактически денег вам приносит блок автоматических рекомендаций. И я настоятельно рекомендую у себя такие блоки включать. Они совершенно ничего не стоят. Размещаются, как вы видите, довольно легко. Надо просто настроить представление каталога, и вы сможете сразу автоматически рекомендовать своим клиентам какие-то товары. Причем прямо на входе. Вот я на главную страницу перешел, и, собственно, вижу сразу персональную рекомендацию. Ее также можно размещать и непосредственно в карточках товара, или в, вот, например, стоит блок, с этим товаром покупают. Или персональные рекомендации, которые точно так же показывают товары по той или иной логике, по тому или иному алгоритму, который установлен для этого компонента. Так, ну что же, это блок персональных рекомендаций, который будет автоматически, без ваших усилий, определять интересы пользователей и рекомендовать их вашим покупателям. Так, посмотрим вопросы. Так, я вижу, что функция Big Data для каких версий доступна? Она доступна для всех версий с интернет-магазином. Этот блок, в общем, спокойно доступен на всех редакциях, в которых есть интернет-магазин. Так, вопрос, когда появится возможность создавать собственные мета-данные для торговых предложений? Ну, на такой вопрос я сходу не отвечу. Я, к сожалению, не знаю о сроках выпуска какого-либо функционала. Вот так, прям сразу. Но могу ответить, выяснив это позже. В конце я покажу свои контакты, можно написать будет мне на e-mail, для того, чтобы я вам персонально ответил, выяснив конкретный вопрос. Там, к сожалению, вот так сходу не знаю. Так, в заказе не вижу вкладку просмотренные товары. Версия малый бизнес. Закладка была. Не могу вам подсказать, почему могла пропасть эта закладка. Вероятно, нужно обратиться в техническую поддержку, потому что я... Как видите, у меня она есть, и обновления, в общем-то, тоже последние стоят. Возможно, что-то пошло не так. Вам коллеги подскажут. Может быть, какую-то кнопочку надо включить или калочку поставить в настройках, чтобы эта закладочка появилась. Так, ну что же, двигаемся дальше. И следующий инструмент, о котором сегодня мы должны вам рассказать, это композитный сайт. Технология, которая ускоряет загрузку сайта в разы. Это одна из запатентованных технологий компании 1S Bittrex, и она сделана для того, чтобы сделать ваш сайт невероятно быстрым. Собственно говоря, как это работает? У нас есть измеритель скорости, который показывает скорость вашего интернет-проекта и показывает его, рассчитывая эту скорость непосредственно для каждого посетителя вашего интернет-магазина. Вот если мы зайдем в раздел «Производительность скорости сайта», мы увидим среднюю скорость сайта. Вот у меня она работает 0,92 секунды, средняя загрузка страницы, но данных собрано очень мало, поскольку это тестовый магазин, на него мало кто заходит. Но из последних 100 обращений, 100 загрузок страниц, скорость загрузки чуть меньше секунды, что, в общем, неплохой показатель для сайта, работающего в таких условиях совершенно не настроенного. То есть установлен просто и запущен. Также мы видим с вами в этом отчете, откуда большее количество посетителей обращается к нашему сайту и с какой скоростью. То есть мы с вами видим, что мой сервер, например, находится в Санкт-Петербурге и, собственно, откуда к нему подключается. Вот хорошая скорость в подключении Москва. Это, видимо, что-то можно будет приблизить, посмотреть, как конкретно город. Не очень хорошая скорость вот здесь. Это Урал, видимо. Ну и совсем что-то не очень из Мадрида. Интересно, кто это из Испании заходил на мой сайт? Ну, возможно, какая-то поисковая система. Мы здесь видим, что, собственно говоря, происходит. И видим, срабатывает ли композитный режим. То есть мы сейчас видим, что скорость в этом регионе, и если обведено красным пунктиром, то композитный режим не срабатывает. Но он, собственно, у меня сейчас выключен, и поэтому сайт грузится как обычно. Мы также можем здесь детально смотреть на скорость страниц, которые считает система, и видеть, как распределяются страницы по шкале времени загрузки. То есть, например, вот у нас большинство страниц грузится на полсекунды. Мы можем видеть, какие страницы грузятся в эти полсекунды, и, собственно, из чего состоит загрузка. Вот здесь у нас медиано-определение скорости сайта. То есть средняя скорость 0.9. Мы можем посмотреть, например, медленные страницы. Есть страницы, которые грузятся 2 секунды. Но вот было одно обращение вот именно к этой странице, и она грузилась 2 секунды. Почему? Непонятно, надо разбираться. Ну вот и, собственно, есть еще некоторые медленные страницы, которые грузятся медленновато. Ну, в моем случае ситуация не очень показательная, потому что, опять же, посещений мало, кэш не прогрет, так называемый, и, соответственно, ну, скорость не блещет. На самом деле, чем больше будет посещений у сайта и каталогов, тем будет быстрее работать странички, потому что будет прогреваться кэш, будет работать нормально, и скорость увеличится. Также мы можем видеть, грубо говоря, график загрузки страницы. То есть в среднем медленные страницы можем видеть, как они грузятся. Вот, например, были страницы, которые грузятся 2 секунды, да, и мы видим, что большую часть занимает обработка HTML. Ну и ответ сервера тоже был долгий, то есть 0,8 секунды, вот эти зеленые части, это был ответ сервера, то есть загрузка формирования странички. Как раз отсутствие кэша на это повлияло, он сработал довольно долго. Для того, чтобы улучшить показатели, можно включать композитный сайт. Это технология, которая позволяет резко ускорить загрузку страниц, и она сейчас стала абсолютно автоматической. То есть у нас появился автокомпозит, и достаточно просто нажать кнопку «Включить автокомпозит», для того, чтобы все заработало. Причем на любом сайте, который сделан на Битриксе. Что это дает? Это создает для системы особый кэш-страниц. Они начинают грузиться в режиме пошаговой загрузки, скажем так. То есть если сейчас, например, перейти на сайт, чтобы не быть админом, здесь перейду в режиме инкогнито, первая загрузка, по идее, создает, собственно говоря, этот кэш. Ну и все остальные обращения к этой странице будут. Уже, видите, я обновил страничку, она обновилась очень быстро, и появилась кнопка «Быстро с 11 Битрикса». То есть я сейчас еще раз обновлю, и, видите, скорость загрузки сразу становится очень быстро. Причем некоторые элементы, в частности, персональная рекомендация, видите, она догружается чуть позже, и абсолютно не мешает восприятию сайта. Это как раз функция композитного сайта. Ускоряет очень хорошо, ускоряет очень быстро и не требует никаких дополнительных настройок. Автокомпозит как раз тема хорошая, что включается буквально одной кнопкой. Сейчас можно попробовать вернуться к скорости сайта, но, к сожалению, поскольку обрабатываются хиты какое-то время, то есть нужно время для того, чтобы среднюю скорость улучшилась и много хитов. Вы, кстати, можете походить по моему сайту bitrix.eshop.ru и, скажем так, сделать мне статистику. У меня появится больше хитов, и, соответственно, средняя скорость загрузки сайта будет падать. Наверное, очень здорово, что этот механизм показывает реальную скорость загрузки со стороны клиента. То есть мы меряем браузерами ваших пользователей эту скорость. Это действительно очень правильная и единственная возможная технология замера скорости на, собственно говоря, у вашего посетителя непосредственно. Вы видите здесь правдивую информацию и можете ей оперировать. Это, собственно говоря, композитный сайт, который, как вы видите, буквально в один клик делает сайт очень быстрым. Поэтому рекомендую включать и использовать у себя на сайт. Ну что ж, на этом мы переходим ко второй части. Мы поговорили про технические инструменты, и сейчас поговорим про маркетинговые с точки зрения продвижения. Я передам слово Александру. Он немножко сделает вводную по социальным сетям и по возможностям продвижения в социальных сетях. И мы перейдем к настройкам и к использованию CRM и другим инструментам, которые помогут также увеличить, привлечь посетителей и увеличить конверсию. Так. Александр, я передаю слово и экран. Сейчас, одну секундочку. Так, микрофон должен уже работать. Да, добрый день. Говори, пожалуйста, чуточку погромче. Так будет комфортно. Всем здравствуйте. Продолжил доклад Сергея о вообще инструментах, которые мы можем использовать для не только получения новых клиентов, естественно, всем они нужны, но и для современного интернет-магазина, для высокой конкуренции. Нам очень важно с вами, чтобы у нас была как можно более высокая конкуренция, мы должны с вами увеличивать средний чек, ну и, конечно же, не забывать про увеличение продаж. И наряду с тем, что мы уже сказали о том, о чем мы будем говорить, и Big Data, и Composite, и социальные сети позволят нам достичь данных результатов. Для чего же нам нужны социальные сети? Зачем они нам нужны? У многих еще на сегодняшний день складывается такое впечатление, что социальные сети для нас не подходят, социальные сети не позволят нам продавать, мы будем пользоваться источниками рекламы, которые нам уже есть, поисковые системы и контекст. На самом деле в современном мире это уже большое заблуждение, и той же социальной сети ВКонтакте в этом году исполнилось 10 лет. И те изменения, которые там происходили, тот опыт, который накопили многие СММ-агентства, в том числе и мы, доказывают обратно. Можно продавать все, что угодно. В начале доклада Сергей спросил вас, чем вы занимаетесь, и я, пока он рассказывал, попытался проанализировать вашу деятельность, и в течение доклада буду говорить, кому что подойдет, нужны социальные сети, какие задачи они должны выполнять, и как их правильно использовать именно для вас. Но перед тем, как мы к этому придем, такая вводная часть, без которой обойтись, наверное, просто невозможно, чтобы избавиться от всех сомнений в эффективности тех же социальных сетей. Это статистика, которую опубликовала социальная сеть ВКонтакте на основе исследований 2016 года. То есть по различным критериям и по целевой аудитории, по портрету целевой аудитории, как она выглядит. Первое заблуждение, которое почему-то бытует на сегодняшний день, хотя прошло уже достаточно много времени, это то, что в социальной сети, в том числе ВКонтакте, сидят школьники, малолетки, и там нет целевой аудитории. Действительно, может быть, в 2008 году, когда было два года социальной сети ВКонтакте, в основном там регистрировались студенты, регистрировались школьники, но прошло 10 лет, и мы все выросли. То есть и контингент целевой аудитории достаточно стал взрослым. То есть по данному исследованию, мы с вами видим, что большая часть это пользователей от 25 лет. В принципе, в 25 лет в современном нашем мире уже появилось множество молодых бизнесменов, предпринимателей, в том числе состоятельных. И, соответственно, продавать можно на огромную аудиторию. Но кто же эти люди? То есть чем они занимаются? Эту статистику тоже нам выдал ВКонтакте, и мы с вами можем посмотреть, что 7,5 миллионов участников. Различные курсы, различные подготовительные курсы ФИГ, преподавания, какие-то тренинги, уроки английского языка смело вы можете продавать это в аудитории. 7 миллионов руководителей. То есть это предприниматели, которые имеют финансовую, как правило, возможность, готовы вкладываться, в которые можно продавать тренинги по продажам, в которые можно продавать автомобили, автосервисы и так далее. 12 миллионов специалистов разных должностей. То есть более детально их тоже можно разделить по сферам деятельности, но это обычные, условно говоря, рабочие. 8 миллионов служащие, 6 миллионов рабочих и 3 миллиона домохозяев. Аудитория разносторонняя, аудитория разная. И практически под каждую деятельность мы можем найти своего клиента. Готовы ли они тратить? То есть, опять же, бытует мнение, что в социальных сетях очень сложно продавать дорогие товары, и вообще-то продают только товары до 3000 рублей. То есть, сейчас это уже, опять же, заблуждение. продавать можно там все, что угодно. Есть кейсы, в которых продавались и яхты в социальных сетях, где продавались различные логистические услуги, где продавалось недвижимое. Где-то это было более эффективно, где-то социальные сети были дополнительные источники продаж, но по статистике мы с вами видим, что основная аудитория это те люди, которым хватает денег на еду и одежду, и они готовы иногда тратиться на различные развлечения, на различные товары, но недорогого сегмента, либо это люди, которые готовы и могут покупать дорогие вещи. По статистике, допустим, контакты и Рунета таких людей даже больше. И, соответственно, эта география использует. Социальные сети уже оккупировали весь мир, в том числе и нашу Родину. И мы видим, что более развит это, конечно же, безграничный центральный федеральный округ, в котором скопление Москвы и всех прочих регионов. А на втором месте идет Приволжский, Сибирский федеральный округ и так далее. Но статистика, так скажем, немножко условная. Если вы видите, что северо-западный округ идет чуть ли не на последнем месте, не стоит сдаваться сильно, придавать этому большое значение, потому что в северо-западном федеральном округе у нас, в принципе, основной город Санкт-Петербург и сильных больших миллионников больше практически нет. Опять же, здесь стоит еще добавить, чтобы закончить наше предусловие, это какие социальные сети использовать на сегодняшний день. Естественно, первая и ключевая это социальная сеть ВКонтакте, потому что она обладает огромным количеством инструментов коммуникации с клиентами, продаж. Мы с вами об этом сегодня поговорим, посмотрим, как это работает. И в ней действительно люди уже готовы покупать. Если раньше это была, наверное, социальная сеть для общения, сейчас это социальная сеть для продаж. И ВКонтакте все делает для этого. На второе место, здесь у нас графики не представлены, я бы поставил в Инстаграм. Там есть свои особенности продвижения, там есть свои особенности преподнесения информации, но Инстаграм действительно продает, если не заниматься. Третье место я бы разделил между двумя социальными сетями, это Facebook и Одноклассники, тут нужно смотреть в зависимости от регионов. То есть Москва, Санкт-Петербург, Facebook будет более эффективен, регионы более эффективны будут Одноклассники. И еще немножко резюмируя, очень пренебрежительно рынок по практике и по опыту относится почему-то к Одноклассникам. Считаю, что там опять же нет колеба аудитория, там сидит только старшее поколение и они не продают. На самом деле эффект обратный, так как все так считают, конкуренция там минимальная, реклама там достаточно дешевая и также там можно продавать. Да, там нет множества инструментов, которые позволят эффективно настраивать рекламу, эффективно ее преподносить, продавать, но там очень маленькая конкуренция, которая позволит более дешево и более эффективно продвигаться. На этом мы закончим вот именно такую вступительную вступительную часть о портрете своего аудитории и перейдем к сценариям использования создания сетей. В факте мы делим их на два вида. Это брендирование плюс продажи и просто брендирование. Что такое брендирование плюс продажи? Это когда вы продвигаете либо просто свое сообщество и направляете полный трафик туда, там общаетесь с пользователями, там вы продаете, там вы доносите до них информацию. На самом деле в современном мире можно уже сильно не делать порой сайты, особенно на старте своего бизнеса можно ограничиться теми же социальными сетями, если там есть целевая аудитория. Чуть позже мы с вами это и обсудим. Второй момент это продвижение сообщества с перенаправлением трафика на сайт. Это тот самый момент, когда вы хотите чтобы ваша аудитория оставалась в сообществе, если у вас услуга, который повторяется, если вам важно общаться с вашей аудиторией, вы ее направляете в сообщество, но при этом все продажи, все взаимодействия ключевые вы осуществляете на сайте, потому что ключевой разница между социальными сетями в текущей реалии, если не брать расчет Facebook и сайта, является то, что на сайте вы можете снять Яндекс.Метрику, вы можете посмотреть статистику, вы можете те же настроить персональные рекомендации и так далее. В социальной сети к большому сожалению на сегодняшний день это сделать невозможно. Ну и третий момент для брендирования продаж, это настройка рекламы напрямую на сайт. то есть если вы занимаетесь какой-то деятельностью продажей тренингов, если у вас какое-то мероприятие, то нет никакого смысла содержать сообщество, люди в него вступать не будут, поэтому проще всего направлять трафик напрямую на сайт. Брендирование ситуация чуть другая, там мы используем первые два пункта, но отказываемся от прямой рекламы на сайт, потому что нам не нужно, чтобы пользователь зашел на сайт, один раз увидел и ушел. Это не даст никакого эффекта перспектива. Когда же использовать какую из этих стратегий? Давайте проще называть продажи, когда наши цели это все-таки повышение конверсии, среднего чека, увеличение продаж, а неузнаваемость. Стоит к этому, к этой стратегии прибегнуть тогда, когда ваш продукт только выходит на рынок. То есть, когда вы занимаетесь открытием своего бизнеса, даже если это среда конкурентная, аудитория узкая либо широкая, неважно, вы выходите только в первый раз, то вам очень важно, чтобы о вас узнали потенциальные клиенты. Для этого вы просто создаете различные яркие объявления, указываете пользу вашего продукта, в принципе, отклик не заставляет себя ждать. Для примера, здесь можно привести, например, производство бескаркасной мебели, различные кресла, мешки и так далее. Либо вы открываете прачечную в своем городе и вам важно, чтобы аудитория узнала о вас. Следующий момент, это если у вас широкая целевая аудитория и недорогой товар. Сюда мы можем отнести различные детские товары, продажи одежды, обуви. очень хорошо в последних наших сейсов пошли контактные линзы. То есть, когда товар недорогой, аудитория понятна, она большая, мы просто направляем рекламу, например, уроки танцев и, скажем, пожинаем плоды. Реально, это прямые, легкие продажи. Аудитория, которая заходит в нам в сообщество, самостоятельно пишет, самостоятельно интересуется. И это не менее эффективно, чем те же поисковые системы. Следующий момент, когда мы можем использовать специальные сети для продаж, это если мы хотим продвигать различные мероприятия, события какие-то, какие-то площадки, где будет происходить что-то интересное. Это театры, это различные фестивали, концерты, мастер-классы, различные авторские центры, тренинги, либо если у вас развлекательный центр такой-то, вы можете с легкостью туда собирать аудиторию, предлагать акции, проводить детские, например, вы продаете детские дни рождения, вы сообщаете об этом родителям, и остается чуть-чуть подождать, когда будет день рождения его чада, и вы с легкостью с ними сможете договориться, потому что это будут достаточно горячие клиенты. Следующий момент, это продвижение различной группы блогов, как правило, это по интересам, это очень сложный способ рекламы, потому что он требует значительное количество времени, он требует хорошего контента, но в перспективе вы сможете получать очень горячую аудиторию, которая будет рекомендовать ваш продукт не только своим близким, а всей аудитории вокруг, здесь можно также договариваться с блогерами и так далее. И последнее, если вы хорошо знаете свою целевую аудиторию, это наверное самый важный пункт, потому что выходить на социальные сети с убеждением то, что нам необходимо продвижение по всей России, в этом случае вы не получите ничего хорошего, это очень редкие исключения, когда действительно целевой аудиторией является вся Россия. Это является очень дорогой рекламой, это очень сложным способом настройки ее, поэтому такой аудиторию у вас быть не нужно. Пойдем с вами еще уже, есть такие запросы, что мы хотим продвижения по всей стоматологии, мы хотим продвижения по всему Санкт-Петербургу. Тоже очень большое заблуждение, потому что стоматология у нас чуть ли не в каждом районе, не в каждом пути, условно говоря, живете на станции метро, к примеру, просвещение на долгой ветке, а ваша стоматология находится где-то на красном самом конце, никогда в жизни к вам аудиоклиент не пойдет, как бы вы его не убеждали, у него слишком много вариантов. Поэтому это первое момент, по геолокации, если нам позволит время, мы еще дойдем до практики, покажу, как ее и где настраивать. И соответственно, второй момент, желательно знать свою аудиторию, где ее точно можно находить. Мы кейс с вами тоже в конце рассмотрим, целых два, я вам более подробно расскажу, если тезисно, то данный пункт подойдет нам, например, продажа швейной фурнитуры, были кейсы, где очень легко вычленить целевую аудиторию, где очень легко найти. Это ЗОЖ, это различные фитнес-центры, это ногтевые студии, найти целевую аудиторию с помощью специальных программ, средств, с помощью поиска их интересов, где они часто бывают, в каких сообществах насидят, на самом деле занимает пять минут, очень элементарно и несет очень качественный тракт. Бежим дальше. Брендирование. То есть тот момент, когда мы забываем с вами напрочь о продажах, потому что они будут, но их будет мало, они будут скорее всего в перспективе окупать все продвижение, но цель брендирования другая. Это повышение узнаваемости и пожинать плоды вы будете через полгода, через год, но не сразу. Когда стоит прибегать к брендированию и не тратить больших бюджетов на рекламу? Это если у вас четкий сформированный спрос на товар или услугу. То есть если вы, я там видел, занимаетесь производством, неправильно, например, у вас там меховая фабрика, то если мы зайдем с вами в пик сезона, мы увидим огромное количество запросов по запросу купить меховые шубы, купить меховые шапки и так далее. Здесь проще на самом деле использовать контекстную рекламу. В социальных сетях это будет продвижение очень дорогим и здесь аудитория должна быть горячая и очень сложно найти точно людей, которым будет интересен этот продукт. Следующий момент это если ваша целевая аудитория размыта или потребность разогрена. То есть сюда, например, можно отнести, но опять же очень много но, к примеру, автосервис. Он можно отнести и к продажам, и можно отнести и к брендированию. Если же вы ориентируетесь на ремонт автомобилей, если что-то сломалось, то это больше брендирование. А вас должны знать, может быть, когда-нибудь о вас помнят. Но в критичной ситуации, когда мы остановились на дороге, у нас что-то случилось, естественно, о вас вспоминать никто не будет. Сюда же можно отнести эвакуаторы, которыми мы не каждый день используем. Различные доставки товаров из других стран, если, конечно, мы не шапоголи, которые будут доказывать каждый день. В этих случаях лучше ориентироваться на брендирование. Если, опять же, вернуться к автосервису, отличная идея, сейчас у нас, например, в Санкт-Петербурге за окном 2 градуса, еще многие не переобулись. Для продаж вы можете использовать такую услугу смена зимних шин и диагностика автомобиля, как предлагают многие автосервисы. В этом случае вы получите большое количество продаж, если вы настроите рекламу на автолюбителей. Либо, если у вас автосервис по узкой специализации, вы занимаетесь только BMW-аудио дорогими автомобилями, либо автомобильными российского производства. Элементарно. То есть, вы получите большое количество заинтересованных пользователей и продаж. Следующий момент, это, если у вас сложная или дорогая услуга, то есть, если вы, допустим, занимаетесь логистикой, если вы занимаетесь автовой продажей какого-либо товара, то навряд ли, это больше, наверное, у нас уже уходит сектор B2B, это уже большее финансовое вложение, и здесь единственное, что нужно, это только, чтобы вы знали, чтобы вам доверяли как контрагенту, чтобы вам доверяли как производителю, как бренду. То есть, у нас по практике есть компания, которая занимается видеонаблюдением, устанавливает B2B, там, с мегафонами, с гербанками и так далее. Им продажа в рознице практически неинтересна. Но, когда они участвуют в каких-то локальных тендерах, когда к ним приходит крупный заказчик, наличие в социальных сетях, наличие там движения, наличие аудитории, наличие даже каких-то вопросов позволяет им получить какое-то преимущество над всеми другими. Но, опять же, это не исключает, что оттуда не будет продаж. Такие кейсы есть, то есть в той же логистики, спустя мы продвигали ее где-то полтора-два года, первое время результата не было никакого, потом постепенно люди начали писать, задавать вопросы. На самоокупаемость в любом случае это со временем выходит. И последнее, то, о чем стоит сказать, это если целевая аудитория не заказывает через специальные сети. То есть если ваша целевая аудитория это закупщики, менеджеры по снабжению, различные прорабы, строительные компании и вы пытаетесь им продать аренду спецтехники, щебень, какой-то еще специализированный товар, либо кто-то из наших слушателей писал, что он занимается производственным оборудованием для бизнеса, готовые решения и так далее, это будет достаточно сложно продаваться в социальных сетях. Здесь лучше искать, использовать контекст, соцсети опять же только исключительно для брендирования. Вступительную часть мы с вами быстренько тезисно прошли и теперь немножко практики. Как нам с вами использовать различные инструменты, которые есть в Bittrex. Bittrex у нас на сегодняшний день одна из самых популярных в России и CMA-систем. Я не знаю точно сколько по процедуре данных, но мне известно, это уже более 70% аудитории используют на Bittrex. Соответственно, мы должны налаживать коммуникацию всех наших рекламных инструментов в какое-то единое целое, чтобы получать максимальный эффект. Что такое у нас в принципе AB-тестирование? AB-тестирование это инструмент, который позволяет нам сравнить если я что-то буду говорить неправильно, Сергей меня перебет и более детально подскажет. Нам позволяет сравнить условно говоря две различные версии сайта. Условно говоря, мы либо делали редизайн, либо мы решили поменять главную страницу, либо нам кажется, что если мы упростим к примеру корзину или оформление заказа, то у нас начнут больше покупать. Для этого нам необходимо провести тест. он проводится следующим образом. Делаются две версии страниц сайта, страниц корзины оформления заказа. На них выделяется определенный процент посетителей сайта для эксперимента. Как правило, это значение может быть 100% трафика, но по практике это должно быть примерно 10-20% от всех посетителей сайта. Соответственно, они снова у нас делятся пополам и для половины показывается дизайн вариант 1, для другой половины показывается дизайн вариант 2. И по каждому измеряются ключевые показатели и в первую очередь таким показателем является конверсор. Если более наглядно, выглядит это примерно следующим образом. Теперь, если вернуться к социальных сетях. Чтобы провести полноценное обе-тестирование, вам будет недостаточно получить полно говоря 100 переходов и на них проводить эксперимент. Тысяча, наверное, да, но мы не забываем, что для обе-тестирования будет выбираться только всего лишь 10% от всех посетителей нашего сайта. То есть у нас трафик на сайт должен быть большим и хотя бы для реального обе-тестирования должно прийти на сайт 10 тысяч посетителей, чтобы мы смогли получить реально достоверную какую-то статистику, какую-то информацию. Если вы попробуете, вы вышли только на рынок, ну, либо вы работаете там уже один-два года, получить такой трафик достаточно сложно. Да, поисковые системы возможно, если вы смогли эффективно продвинуться. Контекстная реклама вам обойдется для этого инструмента достаточно дорого. То есть, опять же, если в регионах, может быть, если в Москве, по той же, не знаю, типографии, продвижения каких-то товаров, какой-то плитки, обоев и так далее, будет очень большая конкуренция и очень большие цены за кей. В социальных сетях стоимость клика, ну, я, конечно, сказал, что мы можем сократить в два раза, но на самом деле мы можем сократить и в три, и в четыре, и в пять, потому что стоимость клика можно вывести на значение от одного до десяти рублей в зависимости от вашей тематики. То есть, условно говоря, что провести АБТ в социальной сети вам, может быть, достаточно будет и бюджет, там, полно говоря, десять тысяч рублей, и вы получите не только статистику, голую статистику, какая страница лучше, но вы получите и клиентов, и получите подписчиков ваше сообщество, и получите продажи. В то время как в контекстной рекламе мне не приходилось встречать практику коммерция, где стоимость клика проходила до одного рубля, и были какие-то значительные серьезные продажи. Соответственно, данные результаты АБ-теста они выглядят следующим образом. Мы получаем конверсию по результатам теста и видим, какая конверсия у нас была у результата А и у результата Б. Мы видим, сколько у нас заказали, какую прибыль мы получили, видим нашу воронку, понимаем конверсию. Соответственно, мы можем посмотреть, где у нас терялись клиенты, где у нас конверсия увеличилась, где она уменьшалась, и путем такого глубокого анализа мы сможем выбрать тот вариант, который будет наиболее эффективен и который в действительности принесет больше прибыли и больше средств. Если мы с вами обратимся к админке Битрикс, то АБ-тестирование вы можете найти в третьей вкладке, которая называется маркетинг, называется она АБ-тестирование. Создать на самом деле достаточно просто, здесь уже у нас заготовлено несколько готовых сценарий, сценария, то есть полностью новый дизайн, изменение главной страницы, изменение карточки товара, страница корзина, оформление заказа, любой другой страницы. Вы можете также, вот мы общались с композитом, если вы по какой-то стучи считаете, что композит вам мешает, проведите АБ-тест, посмотрите, как изменится ваша конверсия до включения композита, либо нет. Ну и то же самое касается бигдата, то есть работает она у вас или нет. Кто-то с презрением относится к бигдате и говорит, что нет, не может такого быть, она не подходит для моего магазина, для моей деятельности. Что самое страшное произойдет, если вы проведете АБ-тест и получите какие-то даршки. Ну, к примеру, как это выглядит, мы заходим в главную страницу, изменяем необходимую информацию, здесь все очень просто, выбираем длительность теста, то есть, например, до ручной смолки теста, либо мы хотим проводить аббатесер на месте, если вы боитесь, что вы забудете и трафик будет неправильный. Вы выбираете необходимое количество трафика на тест, то есть рекомендую 10-20%, это если у вас бизнес уже развит, если у вас интернет-магазин уже продает, чтобы сюрприза для клиента не было, чтобы не заходил и случайно видел с разных своих айпичников разных компьютеров в разные сайты и удивлялся, что здесь происходит. Поэтому где-то 10-20% не произошло. Мы создаем с вами две страницы, то есть одна это текущая, которая у вас работает на сегодняшний день, например, сайт прайочного сервиса, и вторая это, к примеру, мы создаем еще одну страницу, сейчас она, конечно, корректно работать не будет, я бы давно пройден, но, условно говоря, все то же самое, только вместо того, чтобы требовать клиента узнать, сколько он вещей хочет, дать стирку, оформлять заказ, потому что здесь происходит оформление, мы ему предлагаем просто сказать, как его зовут, пустить свой номер телефона и узнать стоимость. То есть собираем просто номера телефонов желающих. Соответственно, проведя АБТС, мы можем к легкости статистики увидеть, в отчете увидеть, так у нас что поменялось, но это тестовый сайт, здесь у нас что-то считалось, но некорректно. То есть в варианте А, какая у нас была конверсия, какая была в варианте Б, ну и примерно как-то работало это так. Соответственно, с АБТС там все, Сергей, есть что у вас добавить? Нет, мне кажется, очень детально рассказали, прям с хорошим примером. Все очень понятно, спасибо, я предлагаю дальше двигаться. Да, дальше двигаемся и у нас следующий момент с вами это как дожимать клиента и как, ну давайте открытые линии, а потом я расскажу как интегрировать еще контакт с G324. Да, окей, хорошо, тогда переходим к открытым линиям и сейчас я переключу экранчик. В процессе, как мы ознакомливались с сайтом, вы, наверное, заметили, что у меня тут появилась вот такая вот иконочка и даже появлялось приглашение к, собственно говоря, к диалогу, да, то есть возможность пообщаться с оператором. Здесь есть три по умолчанию способы общения, это онлайн-чат, это обратный звонок и форма обратной связи. Ну, форма обратной связи, понятно, несколько полей, которые заполняются и, в общем, уходят в каком-то виде оператору. Онлайн-чат и обратный звонок тоже, в общем, довольно понятная штука, это возможность мгновенной коммуникации с представителем интернет-магазина. Прежде чем перейти и продемонстрировать, как это работает, я расскажу о том, как это все настраивается, как у себя получить такой виджет и какие у него еще есть возможности. В административной части у нас с вами появился в новой версии раздел клиенты и, собственно говоря, в клиентах блок коммуникации с клиентами. Это пока только начало раздела клиента, мы будем его расширять и появятся новые функции. Ну, вот, перейдя в раздел виджеты, можно настроить соответствующий виджет. Сейчас он у меня уже подключен, поэтому здесь, собственно, уже все настроено. В случае, если виджет не подключен, то на этой странице вы увидите кнопку приглашения к интеграции вашего сайта с Bitrix24 или создание Bitrix24 специально для вас, если у вас его нету, это бесплатно. и сама технология этого виджета реализована на стыке двух продуктов управления сайтом и Bitrix24. Мы сейчас посмотрим на оба из них, на то, как это работает. Итак, у нас с вами есть виджет, которого, собственно говоря, не так уж много настроек, вы можете только включить и выключить, поскольку основные настройки все происходят внутри Bitrix24. Здесь мы видим лишь основную, грубо говоря, операцию и видим, какие каналы общения с клиентом у нас доступны. Чтобы перейти непосредственно к настройке этого виджета, можно нажать сюда и мы окажемся в Bitrix24. Это вот мой портальчик Bitrix24, который, собственно, специально для различных тестов зарегистрирован. И здесь мы видим уже настройку этого виджета. Здесь есть целый ряд настроек, например, внешний вид. То есть мы можем настроить цвет фона и цвет иконок, то есть выбрать разное сочетание, например, сделать что-нибудь ядовито-кислотное или наоборот. То есть мы можем подбирать здесь цвета, которые будут лучше всего подходить для вашего сайта. Можно выбрать положение, где будет размещаться, в каком углу будет размещаться эта кнопочка приглашения. Определяем, собственно говоря, когда она будет появляться сразу или с какой-то задержкой. В общем, часто принято не показывать, не приглашать к диалогу сразу, а делать это с некоторой задержкой, чтобы снизить нагрузку на операторов от тех людей, которые сами готовы разобраться в вашем сайте и не требуется общение. а дальше мы определяем, кстати говоря, если у вас превращение на битриксе, что я надеюсь, что не так, на самом деле его можно вставить вот таким кодом на любую страницу в интернете, этот виджет, и он будет работать. В случае интеграции с битриксом это все происходит автоматически, поэтому никаких кодов никуда вставлять не нужно, достаточно просто настроить эту интеграцию из панели управления один из дверей с правильным сайтом, для этого там надо будет нажать всего лишь три кнопки, и в общем показывать сейчас не буду, это довольно легко сделать, и код установится автоматически. А дальше мы определяем из чего состоит собственно говоря виджет, то есть какие каналы коммуникации к виджету подключены. Сейчас у меня подключена открытая линия битрикс, это чат, и мы можем его настроить отдельно и настроить по нему например рабочее время, то есть в какое время будет работать этот канал, и довольно часто используется показ собственно говоря только в рабочее время, по рабочим дням, потому что операторы работают. Можно также прописать сюда дополнительные выходные дни, кроме тех, которые мы здесь указали, праздничные, и соответственно виджет будет работать в соответствии с этими настройками. Параметры отображения также можно изменить, то есть например добавить страницы, на которых он не должен появляться, или наоборот переключить на режим показывания виджета только на тех страницах, которые здесь указаны. Здесь может быть много страниц, плюсик добавляет эти страницы, и вы можете выбрать на каких страницах сайта должен показываться этот виджет. Здесь есть краткая справка о том, что это такое. Ну и собственно говоря дальше другие каналы коммуникации это серия форма, то есть форма обратной связи, да, которая может работать например в нерабочее время субботным воскресеньем с как раз с 19 до 10 утра, да, для того, чтобы в нерабочее время, я здесь уберу все праздники, чтобы это было всегда, она работала когда не работает чат, то есть нет оператора, значит будет работать форма обратной связи. Здесь также можно настроить на каких страницах та или иная этот канал будет показываться. Ну и конечно же обратный звонок. Обратный звонок у меня сейчас привязан мой мобильный номер телефона, поэтому мы его сейчас тестировать не будем, но вы также можете подключить и настроить телефонию в Bitrix24 и тем самым выполнять обратный звонок и настроить также время, в которое будет он отображаться. Следующая настройка это автоматическое приветствие, то есть отображение вот этого диалога, который будет автоматически выскакивать при загрузке страницы пользователя в первый раз и собственно где его показывать, везде или только в определенных местах. Здесь можно отредактировать текст, представление, сменить картинку, загрузить сюда свою для того, чтобы отображалась реальная картинка. Возможно, какую-то задержку выставить, исключение для страниц. Можно разные приветствия использовать, их может быть несколько, можно их добавлять много для того, чтобы на разных страницах или с разной задержкой показывать разные приветствия. Это также довольно гибкая настройка, позволяет этот виджет подстроить под ваши процессы управления коммуникациями с клиентом. Как будет происходить общение? Александр, я попрошу вас мне в открытую линию на этом сайте что-нибудь написать, поскольку мы ее настроили, сейчас я ее сохраню, все изменения, и посмотрим с вами, как, собственно говоря, происходит общение со стороны оператора. То есть Александр просто воспользуется кнопкой для того, чтобы мне написать, и мне, собственно говоря, в чат в Bitrix24, это мой чат, в котором я могу с ним общаться. Что я вижу? Я вижу, что ко мне зашел гость, то есть он не авторизованный, я не знаю, кто это, я знаю, куда он зашел, на какой странице сайта он сейчас находится. Эти данные сразу же заносятся в CRM-систему, и я могу, собственно говоря, сейчас я единственный здесь оператор, я могу работать с этим диалогом, то есть я принимаю этот диалог, нажимаю ответить, и могу, собственно говоря, с Александром общаться. Мы будем вести диалог в таком формате. Если придет, кстати, кто-то из вас также может мне сейчас на, собственно, моем сайте Bitrix.eshop зайти и написать в открытую линию, вы также появитесь здесь, и мы с вами сможем коммуницировать. В случае, когда, собственно говоря, обращений приходит много, да, понятно, что надо как-то регулировать нагрузку, которая поступает к оператору. Если один человек способен обрабатывать, грубо говоря, несколько чатов одновременно, да, там, допустим, пять-десять чатов, ну, максимум, наверное, сто чатов в день может обработать. Один человек, в принципе, этого достаточно. Бывает, что нагрузка лавинообразная или неравномерная, то есть, когда нужно несколько человек привлечь, чтобы обрабатывать чаты. Ну, и редко, на самом деле, можно в рамках компании выделить одного человека, который будет только сидеть, только на чат отвечать, правильно? Поэтому часто эта задача распределяется на несколько людей. И в настройках, собственно говоря, каждой открытой линии вы можете выбирать, как же она будет работать. То есть, вот я сейчас перейду в настройки открытой линии, это открытая линия Bittrex, у меня к ней подключен пока только чат. На самом деле, к этой открытой линии можно подключить еще Viber, Telegram, Вконтакте, Facebook, Facebook Messenger, Instagram и так далее, Skype. И тогда у вас на сайте, вот в этом месте появится не только онлайн-чат, но и другие способы коммуникации. То есть, например, Telegram или Viber, здесь та же иконочка может появиться, и клиент, который зашел на ваш сайт, например, с мобильного, ему будет очень удобно нажать на Viber, перейти в Viber и общаться с вами через Viber. Это будет действительно очень удобно. Или, используя десктопное приложение Viber, которое тоже есть, опять же, с обычного компьютера перейти и, собственно, подключиться. В этом случае вы получите больше данных об этом клиенте, потому что у вас будет его контакт в Viber. Также вы настраиваете, помимо подключения различных линий, они подключаются очень просто, в один клик, там есть подробная инструкция о том, как это сделать. Мы определяем, собственно говоря, очередь, то есть, кто будет обрабатывать. Видите, здесь я один сейчас, я могу выбрать других сотрудников, которые будут также участвовать в обработке чатов, которые приходят с сайта. И определить принципы распределения равномерно, по очереди или всем одновременно. Одновременно всем, это в случае, собственно говоря, всем сразу падает сообщение, кто первый ответил, тот и молодец. Бывает полезно для применения код KPI на количество обработанных, на скорость ответа, бывает это очень полезно. Определяя свое время перехода к следующему сотруднику, то есть, если человек не ответил, да, в течение минуты, то уйдет следующему по очереди. и разные опции там не направлять, например, если рабочий день иначе, то есть человек не зашел, не отметил в портале, что запущен рабочий день, ну, значит, не надо ему отправлять, то есть его нету на месте, скорее всего. Обработки неотвеченного сообщения, куда будет сохраняться история, будет ли она сохраняться, так, настройки рабочего времени, они в виджете настроены, ну, и, собственно, различные тексты, да, то есть, что отправлять в тех или иных случаях, да, при завершении диалога, при начале диалога и так далее. Ну, и, собственно говоря, дальнейшие настройки подключения других аккаунтов. Как видите, здесь есть конкретные кнопки, которые, собственно, помогают оформить подключение аккаунтов в мессенджерах и в социальных сетях. Это поможет вам быстренько настроить, подключить эти каналы. Это будет удобно, чем больше вы каналов будете использовать, тем, по сути, проще вашим клиентам будет с вами общаться, а для вас это все равно один входящий канал, для вас это все равно один чат, в который будут попадать все гости. Ну, вот он, новый гость, прислал тоже с моего магазина, собственно говоря, сообщение тест, как вы видите. Вот, они будут все попадать в один чат, будут здесь размещены, и я могу с ними общаться. в рамках одного экрана, и не важно, откуда они будут писать, из просто чата на сайте, из Вайбера, или из Телеграм, или из Фейсбука, или из ВКонтакте, вся информация у оператора будет здесь в одном месте, он может с ними общаться. Естественно, можно передавать эти диалоги, то есть, если, допустим, диалог по какой-то причине мне сейчас, ну, я не могу ответить на вопрос пользователя, да, я могу переадресовать другому человеку, да, чтобы он там помог мне ответить, или, например, пригласить сюда еще одного из своих сотрудников, чтобы с ним пообсуждать совместно и поговорить. Здесь также есть и прикрепление файлов, пересылка ссылок, и так далее. Все, что необходимо для общения, здесь более чем достаточно. Вот, это, собственно, открытые линии, как они работают. Так, секундочку, я смотрю, что есть ответы, вернее, вопросы. Так, если устанавливать на сайте обратный звонок, то должна быть подключена телефония? Да, должна быть подключена телефония в Bittrex24, в этом случае будет все работать. Доступен ли виджет в бесплатной версии Bittrex24? Да, доступен, и в этом, собственно, основной кайф, что в бесплатной версии он доступен. Там есть ограничение на количество открытых линий, там одна линия доступна, но в эту одну линию вы запросто подключите все каналы и сможете с ними работать. так, вот вопрос, наверное, кейсовый. Если оператор отошел от компьютера в рабочее время, то пользователь как сможет связаться с оператором? Например, в это время может появляться CRM-форма. CRM-форма может, во-первых, появляться и в рабочее время всегда, но не за место чата, то есть если оператор отошел, то, в общем, посетитель, видимо, какое-то время подождет, пока оператор вернется, и система там его предупредит или автоматически переадресует другому. Но на самом деле оператор отошел не такая уж страшная проблема, если у оператора с собой мобильный телефон и там установлено приложение Bitrix24, то он может даже из состояния отошел ответить клиенту, потому что мобильное приложение Bitrix24 также поддерживает открытые линии, там будет такой же чат и все те же самые общения. Так что я не думаю, что тут будет прям проблема. Так, ну что же, Роман, Александр, извините, предлагаю, тут вопросы Роман задает, я поэтому перепутал. Александр, предлагаю продолжать по сетям дальше. Окей, вы мне экран включите. Да, сейчас переключаю. И по открытым линиям продолжим разговор. у нас есть Bitrix24 возможность подключить сообщество, чтобы нам не приходилось постоянно сидеть в соцсети, постоянно мониторить сообщения сообщества, а всегда их получать в единый канал, чтобы у нас создавались виды, чтобы мы с единого источника общались, и для клиентов наших, которые в том числе виджет мы установили на сайте, смогли с легкостью выбрать способ общения, это и социальную сеть ВКонтакте. Настраиваться это очень просто, мы заходим с вами в открытую линию, вводим необходимые настройки, находим социальную сеть ВКонтакте. Нажимаем настроить, шаг первый, это авторизация, мы авторизуемся в социальной сети, и он нам подтягивает все сообщества, в которых мы являемся администрациями. К примеру, мы выбираем публичную страницу, разрешаем доступ, то есть никаких суперизнаний здесь не надо, все делать с тремя кнопками. Все, у нас подключена публичная страница группа, мы сохраняем. И как это происходит? Мы заходим в сообщество, точнее клиент заходит в сообщество и решает написать какое-то сообщение. Я попробую, по идее должно получиться. То есть он нам пишет B324. У нас должен появиться чат, но он у нас да, у нас появилась открытая линия о том, что нам написал пользователь из социальной сети. Соответственно, дальше, конечно, тот же самый, мы начинаем с ним общение, то есть отвечаем, принимаем в работу лид. И самая плюшка всего этого в том, что пользователь теперь получает ответ нашего менеджера себе в личные сообщения. То есть, условно говоря, здесь есть автор ответы, мы написали, здравствуйте, еще можем помочь, и мы видим абсолютно все сообщения, которые есть у нас в переписке за долгое время. То есть, это я общался с видео там раньше. Если вы пообщались с клиентом, он хочет приобрести у вас какую-то услугу, но вам необходимо, к примеру, время, чтобы узнать прайс, уточнить какую-то информацию, либо вы не можете дать ответ сейчас, вы говорите, мы ответим вам позже, просто-напросто потом заходите в список чатов, это делается опять же легко, мы заходим в список наших открытий линий, находим ту, с которой он общался, переходим в статистику, и здесь у нас все разговоры, мы видим, откуда пришел клиент, видим запись CRM, то есть автоматически создал колец CRM, в котором мы видим всю информацию о нашем общении с данным потенциальным клиентом. Открываем чат в крыльтой линии и продолжаем, к примеру, диалог, то есть в любой момент времени мы можем что-либо написать и пообщаться с нашей аудиторией. Это еще одна возможность, как можно интегрировать социальную сеть вместе с социальной сетью ВКонтакте. Плюс у Bittrex 24 появилась еще одна прекрасная возможность, которую тоже можно отнести к увеличению продаж даже ему, наверное, клиентов, чтобы он все-таки купил. Это серемия робота. Как они работают? То есть у нас есть с вами список видов с различными стадиями сделки, статусами сделки. И, к примеру, нам с вами важно, мы заходим настройки Bittrex 24 выбираем автоматизация лиды и создаем робота. Здесь функционала очень много, ну, к примеру. Нам необходимо, чтобы в момент обработки общения, в момент обработки лида, наш клиент, который попал в CRM, видел рекламу нашей компании в социальной сети. То есть мы нажимаем добавить рекламу, в Яндексе, но рассмотрим на ВКонтакте. Рекламу ВКонтакте. Выбираем, ну, я уже здесь авторизован, то есть мы выполняем условия, допустим, мы можем показывать, начать показывать ему рекламу спустя один час после того, как вид получил данную стадию. Поставить различные условия и так далее, это все детально в инструкции есть. подключаем социальную сеть ВКонтакте, снова авторизуемся, все достаточно просто, и выбираем рекламный кабинет, у меня есть просто несколько, у вас, скорее всего, будет один, выбираем аудиторию и сохраняем. Таким образом будет происходить следующие действия. Давайте зайдем с вами в ВКонтакте. Мы заходим с вами в рекламу и у нас здесь есть база ретаргетинга. Ретаргетинг это группа людей, которые собираются с вашего сайта, которые номера телефонов, e-mail, либо айдичники, которые вы можете залить файлом самостоятельно, либо это информация, которая собирается в вашей ТРМ-системе, в данном случае B324. То есть мы с вами в автоматизации, еще раз давайте вернемся, настроили, чтобы все люди, которые попадают, все лиды, которые попадают на стадии в обработке, попадали в аудиторию ретаргетинга ТЭС. Соответственно, вот наша аудитория ретаргетинга, она обновилась в последний раз сегодня в 9.58, охват 2 человека. Как это работает? То есть вот у нас есть открытая линия, я сам себе писал, ваш менеджер переводит по различным стадиям сделки, доходит до стадии в обработке. Через какое-то время, минут 5-10, данный пользователь попадет в базу ретаргетинга и по нему вы сможете показывать рекламу. Здесь стоит обратить на один момент внимание, то, что минимальная база охвата должна составлять 100 человек. То есть либо вы должны из CRM вытащить 100 пользователей, которые есть в социальной сети ВКонтакте, чтобы показывать рекламу, либо разбавить эту базу ретаргетинга чем-то другим, то есть добавить скрипт с Контакта, добавить базу, у вас есть номер телефонов, чтобы этот процесс ускорить. Создавать аудиторию очень просто, то есть вверху у нас в ретаргетинге есть кнопочка создать аудиторию, выводите название, получить с помощью пикселя файла без разницы и в принципе ее создаете. После этого она у вас здесь появляется и вы в битрикс24 сможете выбрать. Далее как с этой базой ретаргетинга работать и как создавать объявления. То есть условно говоря мы создаем новое объявление, мы с вами будем рекламировать к примеру внешний сайт. То есть учитываем, что клиент к нам пришел на сайт на битрикс вешок, на котором мы все показывали и позвонил нам оттуда. клиент попал его номер с телефона в лигы и после этого он попал на нашу базу ретаргетинга. Теперь нам нужно создать объявление, чтобы ему это показать. Мы вбиваем внешний адрес сайта, вбиваем какой-нибудь заголовок, то есть если нам понятно, что он заходил в раздел платья, то ищешь платья, вбиваем какое-то большое изображение, загружаем какую-то картинку в фотографии, то есть если грамотно настроить, мы можем сделать даже так, что нам будут показываться именно те товары, на которых пользователь вам ставил обратный звонок, написал открытую линию и тому подобное. Все это можно сделать. Загружаем фотографию, естественно, красиво ее подбираем. выбираем здесь нас интересует поле ретаргетинга, находим дополнительные поля поля аудитория ретаргетинга и выбираем всех пользователей, которые нас интересуют. С2, ну и давайте еще что-нибудь выберем, чтобы у нас было более 100 человек. Выбираем, допустим, оплату за показы, наше рекомендуемое 14 рублей, на базу ретаргетинга не рекомендую экономить, аудитория, как правило, небольшая. Ну ставим в три раза меньше, этого будет достаточно. И создаем, условно говоря, объявление. Покажите тему. Все, у нас появилось объявление, мы просто его отправляем на модерацию, ну, надо запустить кампанию, мы отправляем его на модерацию и теперь от вас больше ничего не требуется. Соответственно, мы создаем ряд объявлений, привязываем к ним базу ретаргетинга и, соответственно, когда база пополняется, новым людям показывается наша реклама. Тем самым вы можете дожимать клиента и увеличивать объем своих продаж, когда клиент сомневается, когда он говорит, я подумал, когда он не уверен, когда его что-то смущает, либо, самое ключевое случае, когда он выбирает между вами конкуренции, того выбора. Как правило, он выберет тех, кто будет мелькать в его взгляде в социальных сетях, он будет вам где-то подсознательно больше доверять. Так показывает в практике. Ну и, наверное, все. Именно, если касаемо интеграции ВКонтакте ЗВИТ-324. И напоследок мы с вами, если вопросов глобальных по этой теме нету, перейдем к двум кейсам, которые я бы хотел бы рассмотреть именно по социальным сетям, как настраивалась реклама, какие результаты были достигнуты, все очень быстро, тезисно, более подробно, и что с вами потом отдельно сможем пообщаться. Был у нас кейс, один из моих любимых, это продвижение сообщества чунинг запчасти для грузовиков. Иногда на первый взгляд кажется, что продавать запчасти для грузовиков это очень сложная тематика, и в социальных сетях она не пойдет. На удивление, конкуренция очень слабая, аудитории, конкурентов групп очень мало по всей России, но нам от этого, скажем, еще и лучше. Какие задачи стояли перед подвижением? Как я и говорил, это облегчение выгнаваемости компании среди целевой аудитории и ее продуктов и услуг, потому что компания сама занимается производством товаров и различных тюнинговых плюшек. Ну и, конечно же, это привлечение новых клиентов из социальных сетей. Портрет целевой аудитории, то, о чем мы с вами выше говорили, что вы должны хорошо знать свою целевую аудиторию, когда реклама будет эффективна. В тюнинге и запчастях для грузовых авто есть конкретная аудитория, она узкоспециализирована, это дальнобойщики. Найти дальнобойщиков в социальных сетях, в сообществах по интересу, по их геолокации, по их постам очень-очень просто. Соответственно, всего лишь на всего мы создаем сообщество, мы публикуем в нем, это тоже важный момент социальных сетей, интересный тематический контент, потому что аудитория беспоспециализированная, и мы конкретно знаем, что интересно нашей аудитории, то есть, к примеру, различные платоны и тому подобное у нас появлялись, публикация об этом в группе вызывала огромные дискуссии, публиковать их не стало, иногда они были не совсем цензурные, но контент должен быть интересен, аудитория должна быть увеличена, вопросов она должна участвовать, все нововведения она должна обсуждать. Соответственно, грамотный контент, различные отзывы, различные вопросы-ответы, личные сообщения через тот же Bitrix24, то есть, личные сообщения, быстрые ответы, это все, что важно для клиента, то есть, если он написал 1208, ну, постараться хотя бы в первые 5-10 минут, вы должны успеть ответить, иначе он может идти к другим, либо уже к вам не вернуться. Соответственно, так как аудитория очень узкая, легкая настройка рекламы позволяет получать большое количество трафика, в среднем мы получали около миллиона показов рекламных объявлений ежемесячно, 142 тысячи пользователей целевых видели эти объявления каждый день, и конверсия перешедших групп участников из рекламы составляла 15%, то есть, каждый седьмой, кто видел рекламу, каждый седьмой, кто переходил по рекламе сообщества, подписывался на нее, вступал, и, соответственно, с этой аудиторией можно было легко работать. и за восемь месяцев продвижения, за которое взята выборка, было получено около 30 тысяч уникальных посетителей, 2,5 тысячи новых участников, это примерно 300 человек ежемесячно, и конверсия этих участников, которые состоят в сообществе, составила 7%, здесь есть, конечно же, много и повторных продаж, и первичных продаж, но получить конверсию именно в продаже 7%, это достаточно сложно в этой деятельности. Опять же, мы сравнивали кейс продвижения в социальных сетях данной группы с размещением рекламы в информационных порталах, где сидят, условно говоря, владельцы грузовиков, владельцы, дальнобойщики и так далее на различных форумах, и по всем математическим и физическим расчетам стоимость рекламы, стоимость одного перехода в социальных сетях примерно в 2-3 раза меньше. То есть здесь стоит выбирать, что же использовать. То есть та же контекстная реклама по статистике здесь оказалась менее эффективна, социальные сети. Хотя кажется, на первых взгляд, что тематика достаточно интригарина. И второй кейс, который я хотел бы с вами рассмотреть, это создание продвижения сообщества профессионального оборудования для маникюра и для маникюра. Здесь можно относить смело это к B2B, потому что обычный рядовой пользователь, обычная рядовая девушка, которая даже сама делся маникюр, профессиональное оборудование покупать не будет, то есть это мастера, это салоны, это различные ногтевые центры и так далее. То есть задачи, как правило, те же самые, это поиск нового покупателя, получение лидов и увеличение узнаваемости как бренда. Здесь, как я говорил, метод действий и стратегия была чуть-чуть иная, то есть если в Кинниге мы собирали аудиторию в сообществе, не уводили их никуда, потому что глобальный сайт был средненький и не было смысла глобально вести, то здесь есть хороший интернет-магазин, который имеет большое количество трафика, в котором подключены службы доставки, оплаты и содержать пользователей и продавать контакты, это не совсем было бы эффективно. Поэтому мы со всех элементов, которые у нас есть в социальной сети, с новостей, с контента, с товара, в блока уводим пользователя на сайт, где уже измеряем всю статистику. То есть за вот эта статистика была собрана в прошлом году, где-то в апреле мы ее анализировали в январе-феврале этого года, то есть по сей день работаем, уже я не помню, третий год, по-моему, с этой компанией и примерно показатели варьируются плюс-минус те. Чуть-чуть, наверное, где-то они увеличились, потому что время прошло, но значения те же. Общий трафик социальных сетей на сайт по продаже различных инструментов для маникюра и педикюра составлял 6%. Это минимальный трафик по сравнению с другими источниками. Той же контекстная реклама, тех же поисковых систем, прямых заходов и так далее. Но важный ключевой момент это не сколько к вам людей заходит, а сколько людей покупает. То есть конечная стоимость лида, конечная стоимость человека, оформившего заказ, его оплатившего. И здесь следующие были данные. конверсия по достижению целей в корзине составляла около 8%. То есть 8% конверсия социальных сетей, в то время как у контекстной рекламы конверсия составляла всего лишь навсего 3%. Когда мы более подробно анализировали, то наблюдали такой момент, что с каждого проданного товара пользователя, который пришел из социальных сетей, клиент зарабатывал, а за каждого клиента, который покупал с контекстной рекламы, он наоборот платил за то, что он у него купил. То есть он был в минусе. Это такой пример не совсем подходящий, потому что все зависит от настройки рекламы, зависит от правильного распределения бюджета и так далее. Очень много тонкостей, но ключевой момент в том, что социальные сети были на уровне других источников рекламы. За 5 месяцев продвижение в сообщество на сайт пришло из социальных сетей 3,5 тысячи пользователей, конверсия посещения корзины по Яндекс. Метрики составила около 9%, конверсия оформления заказа и подтверждения заказа с оплатой примерно составляла 2%, селаборирования чуть больше, чуть меньше, где-то было 2,1, а подтверждение 1,9, условно говоря, привели к округлению. Таким образом можно сделать вывод, что социальные сети продают не только какие-то дешевые товары и какие-то игрушки, развлечения и так далее, но и серьезное оборудование, B2B рынок и даже эти матки, которые на первый взгляд кажутся сомнительными. То есть кому будет интересно почитать еще ряд кейсов, есть сомнительные покупки, есть различная дискаркасная мебель, кейсов очень много, более 200, вы можете написать нам в открытую линию, сейчас у меня все сломалось, в открытую линию, либо подзвонить нам по бесплатному номеру, и менеджер с вами поговорит, общается, скинуть кейсы, скинуть живые группы, скинуть клиентов, для которых подъявили, вы можете посмотреть, действительно это работает или нет, все слова не казались словом, либо просто написать нам в открытую линию по данному адресу, и заодно посмотреть, как работает открытая линия, проэкспериментировать на ней и пообщаться на этом. На этом у меня все. Спасибо большое, Александр, мне кажется, очень полезно и познавательно, сам узнал нового. Давайте подождем вопросы, возможно, у наших слушателей есть какие-то вопросы, которые возникли по итогам, а пока я покажу еще свои контакты. Если есть какие-то вопросы к компании Bittrex и функциональным каким-то частям, или я на что-то не смог ответить в режиме онлайн, вы можете задать вопрос мне на электронную почту или на открытую линию на нашем сайте в разделе купить, она размещена, там можно поспрашивать моих коллег по тем или иным вопросом. Тут есть один вопрос, если можно я на него отвечу, мы его с вами пропустим. Пишет нам Юрий, можно ли синхронизировать сайт с мобильным приложением на Bittrex. По факту Bittrex у нас мобильное приложение это и есть сайт, без проблем вы можете сделать так, что обновляя информацию на сайте, она автоматически будет обновляться в приложении без всяких перевыпусков и так далее. То есть если вы используете управление сайтом Bittrex и мобильное приложение Bittrex, то это сделать элементарно просто. Это чуть не по нашей теме, но вопрос это был. Да, спасибо. Тут уже есть комментарии. Лариса пишет, что круто брать и делать, а вопросы возникнут в процессе. Удачи, Лариса, я надеюсь, что у вас все получится. Мне кажется, действительно, инструменты очень крутые и не использовать их просто грех. Поэтому что ж, я предлагаю завершать наш вебинар на сегодня. Мы сегодня хорошо уложились чуть-чуть меньше двух часов. И спасибо большое, Александр, за подробный рассказ и детальные практичные кейсы. Спасибо всем, кто к нам сегодня присоединился и задавал вопросы и слушал нас внимательно. Напомню, что запись мы, как обычно, предоставим в течение одного-двух дней. Она будет размещена на канале в YouTube и на нашем сайте в разделе вебинары, в смысле мероприятия. А также конечно всем участникам зарегистрированным мы сделаем рассылку с ссылкой на запись этого вебинара. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч.